Каждому человеку, который платит регулярные взносы в систему обязательного медицинского страхования, положен широкий спектр различных клиникодиагностических исследований. В их числе и дорогостоящие, такие как МРТ и КТ. Однако зачастую получить направление у своего терапевта в поликлинике по месту прикрепления сложно, а порой и невозможно. Участковый врач отправляет человека сдавать их платно. Чтобы знать полный спектр всех положенных анализов, Жанаталь Магомбетова рекомендует пользоваться общедоступным ресурсом. Интернет есть, они могут даже сами войти в Адлет, и там есть все нормативные акты. Они могут в этом Адлете посмотреть нормативный акт, где есть вот эти все клиникодиагностические услуги. Это во-первых. Во-вторых, они должны в тесном сотрудничестве работать со своим участковым врачом. К участковому врачу подойдет, врач участковый разъяснит, какие анализы ему положено, что не положено, но это уже по показаниям. Стандартные исследования, такие как рентген, флюорография, анализы крови и другие, выполняют в поликлиниках. Если речь идет о дорогостоящих анализах и исследованиях, к примеру, таких как МРТ или КТ, и в поликлинике по месту прикрепления вы их пройти не можете, то вам должны выписать направление на бесплатные исследования в частную клинику или лабораторию. Фонд заключает договор с поликлиникой непосредственно. То есть поликлиника уже в рамках договора соисполнения, если у нее нет у самой возможности произвести тот или иной вид исследования, направляет уже пациента за те деньги, которые оплачивает фонд. То есть расплачивается непосредственно соисполнителем уже поликлиника. Но для застрахованного гражданина в любом случае эти анализы остаются бесплатными. В случае, если вы уверены, что те или иные диагностические исследования или лабораторные анализы вам положены в рамках УСМС, но получить направление от терапевта в поликлинике по месту прикрепления вам по каким-то причинам не удается, есть несколько вариантов решения проблемы. Здесь, Муха, хотелось бы сказать нашим жителям области, что в каждой медицинской организации сейчас существует служба поддержки пациентов и внутреннего аудита. То есть по принципу «здесь и сейчас» быстрее и проще решить этот вопрос, то есть обратившись в эту службу, где дадут разъяснение. Если человек не будет удовлетворен данным разъяснением, то имеет право уже обратиться непосредственно в фонд на горячую линию 14.06, колл-центр. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Если и там не удастся решить возникшую проблему, человек может обратиться в филиал фонда социального медицинского страхования по любому из номеров, которые сейчас на ваших экранах. Диара Хмечин, Яна Гала, РТН.